всем доброго дня сегодня хочу показать несколько файликов которые мне достались от наших общих друзей алексея и андрея из канала в поисках сокровищ они мне дали два замечательных файла для того чтобы их обработать и посмотреть где есть танк то есть сегодня мы будем искать там приступим все еще раз открою профиль файл танк полтора предыстория это сделано полутора метровыми антеннами временная развертка здесь 256 наносекунд прибор лаза вы то есть что на этом с этим файлом с этим разрезом не так не так то что не хватило глубины потому что скорость по воде она все-таки отличается от скорости по грунту и поэтому надо увеличивать увеличивать время ребята увидели что им не хватило глубины и сняли еще один еще одну площадку но уже с 512 наносекундами развертка для тех кто у кого лаза м лаза 3 это рабочая глубина 512 наносекунд пользуйте то есть поверхность исследования это замерзший водоем поверхность водоема легенда где-то лежит танк где-то там всего пока рассказывать не буду ребята мы своем канале все это расскажут так смотрим что у них получилось я сразу выставил глубину скорость по воде у нас 167 я сразу ставлю что примерно понимать где у нас где у нас поверхность на то есть уровень 0 по профилю 20 между антеннами 20 шаг по глубине метр так дальше для тех кто не любит черно-белый режим выбирайте себе какой вам нравится тоже на любителя пока оставлю черно-белый так это у нас 3d площадка значит будем ее делить идем стандартные опции выставили расстояние между профилями все у нас есть шаг есть и есть нажимаем профили делим по синему маркеру создать профили то есть напомню что это новый крот 1915 все крот нам их разделил метод обработки 3d и по иксу и по игреку будет очень неплохо вывод на экран будет сечение трех в трех окошках трех планах вид сверху по иксу и по игре так все закрываем общинцы идем в таблицу координат то есть сейчас нам нужно по шагу профиля сделать эту площадочку то есть ставим высоту 0 координаты прямоугольные координаты по шагу профиля пересчитываем соглашаемся 20 сантиметров мы знаем дальше все программа там обсчитала корректируем корректировать то соглашаемся с программой по 20 сантиметров все сейчас программа пересчитает подвинет что считает нужным все с этим готова закрываем таблицу координат ставим наш курсор где нибудь здесь и посмотрим что нам покажет то есть сейчас мы увидим все разрезы как вертикальные срезы ну типичным все не будет стоять рядышком так что у нас тут есть у у нас тут есть мы можем отключать по разрезам отключили первые 2 3 и так далее я буду отключать по одному вы смотрите как изменяется поверхность дна вот примерно так сейчас включу первый и последний профиль можно включить какой-то срединный профиль и посмотреть разницу между первым срединами последним профилем то есть это здесь по легенде должен лежать танк это пока сигналов от танка может быть вы заметили мощный гиперболса на реке едем дальше в новом карте есть интересная функция можно прочертить границу поверхность как бы не это самое интересное интересное что с этим можно сделать дальше то сейчас я прорисую вот так примерно каждую границу так закончили отлично убрали слой и от границы вышли возвращаемся в плоскость профиля 3d программа пересчитывать снова если некоторые из вас уже заметили на экране появилась некая поверхность неровная сейчас программа все еще считает так что сейчас можно сделать с этим то есть сейчас я выключу все разрезы можно будет увидеть как выглядит поверхность дна так выключили уберем грань куба и дадим немного контрастности этом примерно вот так теперь мы видим поверхность дна и ребята проводили свои работы теперь включим все разрезы немножко от едем теперь берем здесь ставим немножко снизу нам нужны эти сигналы из-под дна тоже там есть на дне надо посмотреть отрежем время так отрезали сверху время отрезали снизу время отрежем не сильно чтобы танк не задеть так так сложно сказать здесь танк делаем еще немножко почистим сейчас есть только четкая поверхность дна берем слои дна вот это наша поверхность вот она такая весьма неровная а вот это Добавим немного сигналов, посмотрим, надо ли чье это. То есть сейчас можно увидеть в этом разрезе, как оно здесь поднимается, здесь опускается, то есть никакого палеоглубинного поляоглубинного поляоглубинного поля. Дна не видно, поэтому пока такая картина. Так, я сделаю несколько заготовок с этой картинкой в CloudCompare. У меня получилась такая же поверхность дна. Все то же самое. Потом из CloudCompare я перегнал это в Voxler. Вот что нарисовал Voxler по этому поводу. Пытался тоже все это красиво изобразить, но не хватило Voxler. Совместил я через фильтр и без фильтра. И примерно та же каша, но через фильтр. как вы видите, все сглаживание и красивее. Ну, что ж, пожелаем ребятам удачи в их поисках танка. Удачи им однозначно пригодится, потому что на разрезах геородарных, на мой взгляд, там пока себя не показал. Надеюсь, что магнетка будет более продуктивна и покажет какой-то однозначный результат. Всем удачи, успехов, подписываемся, лайкаем. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok